Каждой проверкой мы видим, прежде всего, рейдерские нападки. Сама форма организации труда, кооператив, она в какой-то степени защищала меня. И хозяйство она защищала. Я разворачиваюсь, беру этот ключ, и чтобы никто не видел, иду, у меня по щекам текут слезы. Мать Цапка Сергея. Вот она говорит, а вы не боитесь за свое хозяйство? Я говорю, нет. А как это вы не боитесь? А я говорю, а у меня ничего, это хозяйство не мое. Как-то я встретил здесь, на Кубани, двух бывших председателей колхозов, которые очень ругали бывшего губернатора, батьку Кондрата, и говорили так. Он призывал нас, держите колхозы, держите от того, чтобы они не развалились. И говорят, мы держали, держали, в результате они все равно развалились. И теперь мы мелкие фермеры, у которых там несколько десятков гектаров. А если бы мы вовремя ушли, мы бы сейчас были крупными фермерами. И хорошо бы жили. Вот вы, получается, что в канун таких трагических перемен в сельском хозяйстве, для коллективных хозяйств трагических перемен, вы заступили в должность председателя и прошли вот эти вот рифы 90-х годов, 2000-х. Как вам удалось удержаться и еще и укрепить это хозяйство? Ну вот в самом вопросе у вас, когда вы говорите о том, что мы бы сделали крупное предприятие, и мы бы выжили в этих условиях. Весь вопрос о том, кто бы выжил и кому бы было хорошо. Понимаете? Вот на этот ответ. Им хорошо. Но им это уже индивидуальный индивидуализм. Понимаете, в чем дело? Им бы действительно взять земли, организовать фермерское хозяйство. У нас есть здесь такие, то же самое, 2-3 тысячи гектаров земли у него. Он живет припеваючи, у него все, как говорится, это все. Но дело в том, что работающих людей на земле, вот, это своего рода убийство для населенных пунктов. То есть убивает населенные пункты, значит, в таких ситуациях они просто нет работы. Ведь жертвой пало что? Прежде всего, животноводство жертвой пало у этих ребят, которые говорили, что мы бы землю взяли, мы бы сеяли пшеницу и подсолнечник. Остальное нам не надо. Ни занятость населения, ни населенный пункт, сколько мы налогов будем платить. Налоги, прежде всего, идут от количества, кто трудится на земле, налоги. Поэтому, само, как говорится, идеологическая направленность нашего хозяйства, она направлена на социальное, прежде всего, решение проблем на селе. То есть это трудоустройство, достойная заработная плата, гарантированное обеспечение трудом, социальная защита. И распределение прибыли от хозяйства, там, где частник, там он себе прибыль забирает. У нас распределение прибыли идет среди членов кооператива. Понимаете? То есть мотивация в таких кооперативных хозяйствах гораздо выше, нежели у фермеров, там, где наемный труд. Там их очень мало. Он может быть выше держать заработную плату. Там, где у нас держится, у нас работает на 15 тысяч гектаров земли, у нас работает больше тысячи человек, работают. У фермера бы было это не более 50-ти бы было. Он может держать заработную плату выше, чем у нас. Но брать по государственности подходу, он никогда не будет платить столько налогов. А для государства очень важно, сколько поступает налогов в казну, сколько решается социальный вопрос и как решается. Значит, у него он проигрывает в этом вопросе в десятки раз. Мы как-то сравнивали. Наше хозяйство в Краснодарском крае – самый большой налогоплательщик. Самый, на гектар земли, если взять, самый большой налогоплательщик. Мы более 20 тысяч рублей с каждого гектара. У нас поступление денежных средств во все налоги и фонды все – пенсионные, социальные, страховые. Более 20 тысяч рублей идет с каждого гектара только на погашение вот этих всех. Потому что тысячу человек работающих при среде заработной плате 49 тысяч рублей. Вот у нас 49 тысяч рублей – средняя заработная плата за 8 месяцев. Вы понимаете, что это такое? Да, просто. Это удержать больше тысячи рублей, средняя заработная – 49 тысяч рублей. Это вот как раз то, о чем я говорю, понимаете? Коли занятое количество, достойная заработная плата. Вот, и они это. Вот сейчас у нас, вот я приведу такой пример, мы сейчас заняты сбором яблок. Но само и развитие хозяйства делалось под занятость населения. То есть мы не ликвидировали животноводство, не ликвидировали, а наоборот развиваем животноводство. Вот, и все время, значит, это вот. Сейчас вот мы более 100 тонн, 113, если точно. Вот мы 113 тонн молока сейчас доим в день. В день. 113. В этом году мы надоем 42 тысячи тонн молока, за год мы надоем 42 тысячи тонн молока. Ну, если на гектар земли, это опять самый лучший показатель в Краснодарском крае. Вот если это на гектар земли, это самый лучший показатель в Краснодарском крае. Сегодня мы убираем сад, у нас 427 гектаров садов, сейчас мы убираем яблоки, у нас трудится сегодня наших колхозников, трудится, значит, 240 человек, именно колхозников, это цеха переработки, которая у нас есть, вот, а у нас цеха переработки есть и колбасный, кондитерский, кулинарный цех, хлебопечение, маслоцех, который, ну, наша продукция, вся эта наша продукция, вот, значит, тоже занятость, когда мы говорим, там не всегда там, как говорится, прибыльно, но это наши работники, те, которые работают у нас, сегодня мы что-то прикрыли и пошли собирать яблоки, почему? Нам надо заложить на хранение 5-6 тысяч тонн, мы ожидаем сбора яблок, 5-6 тысяч тонн заложить в холодильник и потом торговать, ну, это порядка 200-250 миллионов рублей, мы ожидаем оттуда выручку, вот, по яблокам только, а в целом сад более 300 миллионов рублей, где-то выручка идет оттуда, то есть, вот эти рыночные отношения, понимаете, вот, сохранение, ну, где-то, может, китайского образца, когда сочетание капиталистических методов, да, уметь торговать, да, уметь торговать, уметь видеть рынок и заботиться о продукции, реализовать ее, ну, это вот, как раз, сочетание такое, оно дает возможность, вот, хозяйству жить и развиваться дает, экономику, в сельском хозяйстве легкое никогда не бывает, никогда не бывает, легко, почему? Потому что за одной компанией идет другая компания, вот, не бывает так, чтобы легко, всегда есть проблемы, которые, ну, постоянно требуют внимания и это, так не бывает, чтобы вот, где-то вот расслабиться. Самое главное, это, понимаете, вот, в нынешней ситуации, ну, немножко легче стало с рейдерскими вот этими, понимаете, угрозами, с проверками, с вот этим все, потому что за каждой проверкой мы видим, прежде всего, рейдерские нападки. За каждой проверкой мы видим рейдерские, кто, кто за этим стоит, так сказать, там интересы государства не всегда, как говорится, там идут в интересы государства. Есть, и вот сегодняшнее вот эти, что отсутствие проверок, конечно, дает нам вздохнуть, понимаете, потому что, как проверка, это бумаги, это изъятие документов, это все, это нервотрепка. И самое главное, что в моральном плане, понимаете, вот в моральном плане очень тяжело переживается. Ну, вот часть земли мы потеряли, вот уже потеряли, ее просто-напросто коррумпированные, коррумпированные эти. У меня даже на этот случай, как говорится, там я иногда пишу, заметки пишу, иногда их опубликовываю в этих все, да, вот. Даже было такое, на этом полях, вот которые у нас забрали, вот, заметка называлась «Ключи от поля». Вот, мы с отцом на этой земле в детстве, я раньше, значит, на вспашке, отец механизатор у меня, на вспашке работали, и был прицепной плуг, и обязательно должен быть прицепчик там. Такое металлическое сидение там было, все, и моя задача была там палкой, значит, когда забивается вот этот растительный сорняк, когда, проширивать вот этот, чтобы плуг мог не вымеляться, а идти дальше. И вот мы пахали ночью с отцом, пахали. И, значит, что-то потеряли гайка от заднего колеса, опорное колесо сзади, и оно у нас потерялось, и плуг, значит, не мог пахать там это все. Мы ночью там начали искать его, это все, нашли плуг там, все, достал ключи отец там, начали прикручивать, сделали. А потом утром обнаружили, что мы потеряли ключ, ключ. Там что-то, ну, большой там, 55 на 75, не помню там, да. Потеряли ключ. Утром пришли, а тогда в те времена, там же это времена 50-е годы, там, вот, там строго было так. И мы там квадратов 20 перерыли земли пахотной, там, искали ключи в земле, гребли, гребли. Нет, не нашли его. Не нашли, и все, плюнули, так сказать, там, и ушли. Что-то отец удержали в него, там, какую-то сумму. Ну, вот, ну и все. А потом, когда мы уже передавали поле, это передавали поле, именно другим, так сказать, передавали поле, да. Зашли на поле, зашли, я не это все. И когда это, приехал глава администрации района, поселение, вот, я просил, дайте хоть убрать урожай, так сказать, там, это, нет, оно поле, значит, готовили, уже готовили к будущему урожаю, там, с пашкой на пашню зашли, она уже выровнена была, под посева зимы, я уже подготовил поле. И когда разговоре, ну что, вот поле передаем, так сказать, там, это, межу, межевание, там, все, и вдруг этот наклоняется, значит, и берет ключ. Новый хозяин, да? Новый хозяин берет ключ, посмотрел на него и передает, говорит, это ваш, говорит, ключ от поля, да, и передает мне. И я разворачиваюсь, беру этот ключ, и чтобы никто не видел, иду, у меня по щекам текут слезы, понимаете, чтобы никто не видел, почему? Потому что ключи от поля, так сказать, там, это, но самое главное, ключи теперь у нас, и я надеюсь, рано или поздно землю будет обрабатывать тот, кто на ней жил, живет, вот, и будут они те, которые где-то там за границей, где-то там далеко, а здесь, понимаете, как это. Вот такая, вот такой был момент в моей жизни, вот, 191 гектар, вот это к вашему вопросу, были там трудности или нетрудности? Трудностей было очень много, да, были эти наскоки, были, знаете, вот разные предложения по этому, все. Ну, это, ну, вот приезжает ко мне, сама форма организации труда, кооператив, она в какой-то степени защищала меня, и хозяйство, она защищала. Приезжает ко мне, те же цепки приезжали, знаете, которые, цепки, они приехали ко мне, вот, сюда, вот, посмотрели хозяйство, все. Вот она задает вопрос, Надежда Алексеевна, мать цепка Сергея, вот она говорит, а вы не боитесь за свое хозяйство? Я говорю, нет, а как это вы не боитесь? А я говорю, а у меня ничего, это хозяйство не мое, это хозяйство, тут 600 хозяев. Если кто-то хочет приобрести хозяйство, пожалуйста, собирайте людей и говорите, что вот у Харамана сегодня вот такие вот условия, а у меня будут еще лучше. Ага, 600 это члены кооператива. Члены кооператива. Вот у меня 600, а будет еще лучше, ведь у нас самый пакет социальный, самый большой, такого пакета нет нигде, пакета. Ну, во-первых, мы оплачиваем за аренду земли, в денежном выражении оплачиваем, в деньгах, и доход, так сказать, он каждый додатель чувствует, что каждый месяц ее подкрепляют деньгами, это раз. Наши пенсионеры, они получают колхозную пенсию, получают. Проработал в колхозе 30 лет, значит, по 150 рублей на каждый год работы, 4,5 тысячи рублей он получает ежемесячно. Колхозной пенсии получает, что он работал, понимаете, что его имущество здесь. Дополнение государственное. Дополнение, это только колхозное. И такова, она никакого отношения не имеет, так сказать, к этому, да, она идет в социальный пакет. Женщина, если идет в декрет, мы оплачиваем ей декретные, там, свои, первый ребенок 28 тысяч, второй 38 тысяч и так далее, и так далее, так сказать, там, это поддерживаем рождение материнства, поддерживаем. Ну и на операции, на эти, значит, мы оплачиваем колхозникам, выделяем суммы денежных средств на глаза, там, операции, тяжелые операции, там, поддерживаем, так сказать. Ну, социальная вот эта защита у нас, ну, мы считаем, что самая такая важная. Ну, и второе, то, что мы для работающих, вот, по уровню, так сказать, по оплате труда, вот мы увеличили в сравнении с прошлым годом фонд заработной платы на 78 миллионов рублей против прошлого года. Ну, это где-то на тысячу человек, это, понимаете, это на уровне 20 процентов где-то рост заработной платы, на уровне 20 процентов по сравнению с прошлым годом уровня. Ну, это о чем-то говорит, да? То, что мы сами можем распоряжаться вот этими вот по уровню оплаты, чтобы не нищенствовали, чтобы они достойны, как говорится, жизни. Вот, когда я эти аргументы приводил, и Цапковый, и прочие, кто приезжал сюда еще к нам, значит, они поднимали руки вверх и не пытались потом собрать, вот. Вот, если акции были, они могли проехать акции сразу, знаете, скупить там, а так они обезоружены, а так они обезоружены. Ну, что он может? Ничего он не может. Надо общее собрание, надо собирать, чтобы эти активы, которые у нас, купить, так сказать, там, за бесценок, ничего не получится. Ну, они-то можно было выдернуть, земельные, я имею в виду? Никак. 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 Поезд здесь только тому, кто... Поезд, если есть, массив, да? Он в массиве, как он выдернет? То есть надо согласие всех членов, кто находится в этом массиве. Допустим, там у нас два или три массива, согласием всех. Продать этому он может. Внутри, да. А на сторону? На сторону нет. Законодательство тут нас защищает. Я сказал о заработной плате, но это в кооперативном хозяйстве, это своего рода аванс. Это еще не вся, как говорится, там, не доход. А доход будет в конце года, когда мы посчитаем прибыль, и прибыль будем распределять на паи, которые есть в хозяйстве. Понимаете, еще прибыль. Ну, там своего рода у нас дополнительные паи есть, вот, и на дополнительные паи, ну, вот, на рубль дополнительная паи мы меньше рубля не даем. То есть, еще, может быть, 100 тысяч получить, 200, миллион может получить, в зависимости от того, стаж работы, его вклад в производство и его желание. Вот там, вот такие факторы. Участвовать в этой, понимаете, пирамиде, те, которые разваливаются, у нас она не развалится никогда. Она всегда подкреплена основными фондами, активами хозяйства, денежными средствами, которые у нас есть. Она всегда подкреплена, поэтому пирамиды никакой. Риск, есть риск, но он всегда оправдан, он всегда продуман, он не, знаете, вот, не надеется куда-то что-то вложить. Если мы вкладываем, привлекая деньги колхозников, мы суд не берем. Мы берем у колхозников, они внесли паи. Вот они работают, крутятся эти деньги, которые они внесли на паи, крутятся. А потом на эти деньги мы выдаем из прибыли, выдаем, из прибыли выдаем дивиденды. Ну, это, понимаете, вот такая вот система создана. Я не знаю, есть еще такие системы в России, в Краснодарском, да. Но это истинно вот тот замысел кооператива, именно кооператива. У нас тоже очень много желающих внести деньги, очень много желающих внести деньги, но есть ограничения. Ограничения какие? В зависимости от стажа, вот, ну, я вам приведу пример. Значит, когда мы формировали впервые фонды, там мы могли сразу, допустим, выдавали, система была такая премиальная, мы каждый месяц выдавали премиальная, ну, есть деньги, мы кроме заработной платы выдавали премиальные, и за счет их формировали первичные фонды, мы где-то набрали 100 миллионов рублей, набрали. Кто хочет, пожалуйста, уноси, работающие, независимо. Это давно было, когда эта практика появилась у вас? Ну, это лет 15. Ага, хорошо. Это лет 15, там, 7-й год, по-моему. Ага, да. 2007 год, да. Хорошо. 15 лет назад, да. Да, да. А потом, когда мы посмотрели, оно работающее, оно работающее. Значит, приходит человек, если он вложит сразу, допустим, сколько хочет, вот, несправедливо. Почему хозяйство прибыльное, и ежегодно, допустим, там, на это, сумма вот такая-такая. Мы стали формировать их в зависимости от работающих лет. И сейчас вновь тот, кто поступает, допустим, в хозяйство, да, он имеет право внести 10 тысяч рублей только. Ага. Но на каждый год работы, значит, он 10 тысяч может внести. Вот 10 лет проработал 100 тысяч, 20 лет 200 тысяч, 30 лет 300 тысяч у него уже, понимаете? Вот такая система, то есть в зависимости от лет, сколько ты внес в создание базы активов, активы у нас растут каждый год. То есть здесь риска, в принципе, никакого нет. То есть активы все время растут, хозяйство, и растут фонды, те, которых мы говорим, они вкладывают. Ну, и ограничения есть. Для нас, вот, допустим, ограничения. Там есть, ну, механизаторы есть, там, больше миллиона рублей, там, полтора миллиона рублей, там, есть. За счет тех, которые, за счет тех, которые уже внесли, уже внесли. Сейчас мы больше молодежь, мы же видим, что этим ввели ограничения. Ага. Проработал 5 лет, 50 тысяч. Кроме заработной платы, в те, что будут 50 тысяч, ну, гарантированно, как бы, есть. Ну, были годы, когда мы больше рубля даже выдавали. Допустим, там, полтора рубля, там, рубль 20, мы могли там выдавать. То есть 30% из прибыли, как правило, мы отдаем. То есть человек вложил 10 тысяч в начале года, он забыл, что он получил? Что? Ну, вот приходит к вам работа человек, да, он вложил там 10 тысяч, внес в фонд. А по итогам года он получает какие-то деньги? Ну, он из прибыли получает, он не из этого, он из прибыли. Для этого надо получить прибыль. Вот мы, прибыль в прошлом году была 470 миллионов, 30%. Вот мы все эти 30% раздали среди членов кооператива. У кого сколько? Ну, по рублю, было по рублю. Есть 100 тысяч, он 100 тысяч получил. Есть 200, он 200 получил. Понимаете? Заинтересованы, приходят сюда, вот ко мне очень часто приходят, Юрий сюда открывает дверь. А можно положить дополнительно? Нельзя. Нельзя. То есть мы каждый год принимаем решение, сколько кому. Если специалиста, мы ценного принимаем специалиста, мы даем, как бы собираем правление колхоза, говорим, разрешите. Вот у нас наш ассиминатор крупного ратора скота, значит, Климанова. Планерка же, вы же не задумали. Где? Ну, потому что восьмое. Александр Юрьевич поехал туда, да. Вон туда я ему сказал. Были всероссийские соревнования ассиминаторов крупного ратора скота. Наш ассиминатор заняло второе место в России. В России, да. Да. Климанова Катя, вот. Заняло второе место. Это о чем-то говорит, понимаете. Вот мы для таких специалистов, мы делаем отступление и разрешим ей не 10 рублей, а 20 рублей там внести, понимаете, на каждый год работы. Для того, чтобы, ну, принцип, как говорится, кнута и пряника, да, ты хорошо работаешь, пожалуйста, получи там это все. Если ты плохо работаешь с замечанием, не путайся тут под ногами среди нас. Не путайся среди под ногами, так сказать, мы его придавливаем вот этими, понимаете, вот моментами. А если ты не участвуешь в работе, если ты не участвуешь, вот сейчас убирает сад, нет проблемы, все убирают сад, поехали, почему? Потому что, знаю, там 200-250 миллионов рублей выручки колхозной этой, да, вот, мы получим от того, что заложено в холодильник. Если ты не участвуешь, у нас в уставе записано, что если без уважительной причине не участвуют в мероприятиях по сбору продукции плодовой или наведение порядка в садах, там, обрезки, зимой нет работы у крестьян, да, это всегда проблема везде была, как же заплатить? У нас такой проблемы нет, у нас есть сад, пошли ребята обрезать сад, обрезку сада, вот, все, мы там сохраняем им, средние заработки сохраняем там, ну, чтобы человеку было на что жить. У него семья, и ему надо, хочешь не хочешь, ну, минимум 40 тысяч принести ему надо. Мы это делаем, мы это делаем. Но не просто раздачу денег, понимаете, а за счет того, что решение тех проблем, которые есть в хозяйстве. Ну, а вот, чтобы разобраться, вот то, что и Саша спросила, вот 10 тысяч вложил в начале года, но в конце года он может 10 тысяч в качестве дивидендов взять в колхозе, да? А может не взять, а может их оставить. Может, может, да, увеличение. Да, правление колхоза, вот мы сейчас готовим, сейчас уже с 1 января, уже готовим сегодня, значит, поправки по дополнительным паям. Ну, обязательный пая, мы ее не примем в кооператив, обязательно, он обязан внести, это обязательно и то, что это. Какая сумма? 1700 рублей там. Да, там небольшие, она откуда возникла, мы объединили два хозяйства, в 2004 году рядом хозяйство было, вот оно разваливалось, мы ее присоединили к себе, у них было 1700, чтобы ничего не ломать, ну и себе, давайте 1700 рублей, так она и идет. Это обязательные паи. Есть еще приращенные паи, вот, приращенные, мы тоже в зависимости от этого, вот, активов, которые мы приращиваем, выдаем еще приращенные паи. Тоже в зависимости от лет, сколько работали, сколько это, выдаем ежегодно эти приращенные паи. Ну, это порядка, если усереднить там, так сказать, ну, порядка 17-20 тысяч рублей, ну, на каждого. Ну, это, опять-таки, в зависимости от стажа работы и его вклада в это. То есть, доход в целом получается, ну, неплохой, доход получается у членов кооператива. А скажите, вот, сказывается это на, допустим, на проведении собраний, если вот люди заинтересованы, чтобы прибыль была, чтобы доход, чтобы можно было, как вместо банка, нести деньги в колхоз и чтобы было 100%... Нет, нет. Ну, у нас не банк, и почему? Мы очень осторожно в этом вопросе относимся, вот, очень осторожно, чтобы не попасть, не сделать фирму мавроди. Да. Деньги могут быть колхозника, и деньги могут быть со стороны откуда-то, вот, понимаете, вот, если свободно, кто сколько хочет, сколько и вноси, пожалуйста, там, нет. Значит, так можно попасть, так сказать, там, передать ассоциированные члены, у нас есть еще ассоциированные члены, ну, вот те, кто ушел на пенсию, там, по разным причинам, так сказать. Они не могут, только работающие имеют право внести, только работающие, и по решению управления колхозом. Вот сколько им разрешат. Нам нужны деньги, мы можем привлечь. Ну, можно сделать вывод, что это 100%, то есть, вложил рубль и получил, как бы, в итоге можно получить 2 рубля. Ну, все же зависит от прибыли. Да. Оно же привязано к прибыли. Да. Ну, последние где-то 10-12 лет меньше рубля не получали. Рубль на вложенный рубль. Меньше. Больше было. Правильно я понимаю, что человек внес 10 тысяч. По итогам года он получил дивиденды, которые могут быть равны этим 10 тысячам. И этот вклад у него остается в колхозе на следующий год. Это его право. Мы даем право только даем. Он может остаться, а может забрать. Но, опять-таки, принцип на каждый год, если 20, он уже не имеет права 20 нести. Он имеет право, допустим, только 10 нести. Почему? Потому что год прибавляется, на каждый год 10 тысяч. Ну, если человек, грубо говоря, оставил 10 тысяч, и 5 лет этот пай его остается неизменным. Не, 5 лет у него уже будет 50 тысяч. За 5 лет у него, то есть каждый год добавляется 10 тысяч. Плюсом. Плюсом. А если вдруг случается какая-то, ну, что-то из родового выходящее, там, как вы там готовы, валилась цена на пшеницу, и вдруг не будет прибыли, не распадется ли тогда он? Знаете, в чем дело? Вопрос хороший. Для того, вот, чем ущербен фермер? Чем он ущербен? У него, он привязан только к полю, только к урожаю привязан. Чем кооператив? Это многоотраслевое хозяйство. Многоотраслевое. То есть у нас, если провалится поливодство, дай бог нам заготовить корма. Даже если мы видим, что корма не заготавливаем, мы идем косим пшеницу ради того, чтобы получить корма, потому что молоко, выручка за молоко у нас по году составляет более полутора миллиардов рублей. Поэтому стабильность в получении молочной продукции, вот, является гарантией финансового благополучия. То есть это все, да? Теперь многоотраслевое, садоводство, вот я вам сказал, переработка. Наши магазины дают в торговле 500 миллионов выручки идет. Наши только, вот там колбасная, мука, сахар. Вот я могу, как говорится, чуть позже показать, так сказать, там работу нашего магазина по торговле. Значит, многоотраслевое является защитой от финансового банкротства, о чем вы говорите, понимаете? Нас что может вывести, как говорится, там из этого? Ну, какие-то там чрезвычайные, там какие-то стихийные, там бедствия, что мы не заготовим корма и прочее, прочее. То есть потенциал, хлеб мы как пекли, так продолжаем печь. У нас один кондитерский цех дает до 100 миллионов рублей выручки только. Мука наша, сахар наш, масло наше. Мы лепи, торгуй, лепи, торгуй, рынок хороший. Торговать ездя. Понимаете? Торговать ездя. Я вам сказал, где-то около 500 миллионов рублей идет выручка. Понятно, что нет прибыли просто исключенных на корме. Ну, мы просто обречены на прибыль. Для нас очень важен, наоборот, денежных средств. Для нас очень важен, наоборот, денежных средств. То есть вкладывая и оборачиваемость рубля, оборачиваемость рубля, вот, даже вот в условиях инфляции, вот, если мы знаем, что это надо купить, его надо купить сегодня, потому что завтра будет дороже, послезавтра еще дороже. Вот. А если деньги под рукой, там, понимаете, то, что мы там дешевле продали, где-то что-то потерянное, какая-то выгода, мы знаем, что она окупится за счет того, что мы купили то, что сегодня уже дороже, чем было вчера. Ну, вот такая, понимаете, вот, такое видение, мое, как руководение, видение, ну, как, ну, зерно в убыток себе никто не будет торговать. Оно прибыльное. Весь вопрос, какой размер прибыли. Подсолнечком никто не будет торговать в убыток. Почему? Он всегда будет прибыльный. Опять-таки разговор о размере прибыльности идет. Ну, и так далее. Мы просчитываем, конечно, и молоко, и мясо просчитываем, и продукты переработки, которые есть у нас там. Есть там цех, ну, допустим, там кулинария у нас. Ну, он, как говорится, туда-сюда, так сказать, там не это. Я знаю, что он там не это. Но когда мы делаем там вареники или пельмени берем, или пирожки там делаем, кулинарный цех там делаем, я знаю, что это наша продукция, я беру ее домой, я ем эти пельмени, вареники, все хвалят, хорошо, спасибо. Вот. Мы знаем, что оно из натуральной, там никакого фальсификата там, и этого там не будет. То есть мы берем здесь, тоже колбасу покупаем, тоже мясо покупаем, говядину, тоже это, все это. Скажите, дополнительный фонд, он используется для развития хозяйства, правильно? Ну, он в обороте. Для развития. А вот вы же собираете деньги на какие-то цели каждый год, да? Вот в этом году, допустим, это будет, я не знаю, капельное орошение в саду. На следующий день реконструкция, на следующий год реконструкция фермы. Так или нет? Значит, вот собирать, вот это туда, туда, туда собирать, мы не собираем. У нас деньги всегда на счете есть, всегда есть подушка безопасности финансовая, всегда есть. Поэтому мы всегда свободны в выборе и в развитии, допустим, хозяйства. Основное мы, вот в этом году, мы делаем огромнейшую реконструкцию животноводческих ферм. То, что было построено там, ну, иногда еще с 50-х есть годов, там старые корпуса есть какие-то там, мы сегодня приводим их в современные, это все, это раз, это вложение идет туда. И на фоне увеличивающегося производства молочной продукции, говядины увеличения, это идет, как говорится, оправданно. То есть мы вкладываем туда, вот сегодня мы на 13 тонн молока доим больше, чем в прошлом году доили. Вот, все время идет рост молочной продукции. 13 тонн, ну, это где-то полмиллиона рублей каждый день больше, чем в прошлом году. За месяц мы получим 15 миллионов рублей. Но если мы вложим 30 миллионов рублей в реконструкцию, там надо раньше земляные были полы, а мы сейчас сделаем там бетонные полы. Если там раньше надо было свободный выгол, мы сейчас в боксы поставили, там коров, допустим, да. Ну, это оправданно, это то, что сегодня работает на прибыль, на сокращение затрат. Ну, и говоря вот по сегодняшней вот ситуации, сегодняшней ситуации, мы получили достойный вырожай, а зимой пшеницы мы получили 78,6 центра пшеницы со всей площади. И вот, у нас было 6 тысяч ее, вот, ну, 48,6, 300, 48 тысяч тонн мы получили пшеницы. И вот, когда смотришь по другим, так сказать, ну, фермерским хозяйствам, поэтому, значит, на тонну полторы тонны мы больше получили, чем в среднем по оставшимся хозяйствам, те, которые, более тонны. Почему это? Ну, если взять, если взять по плодородию земли, прежде всего, из этого исходить. Не из-за того, что мы там, как говорится, там умные, там это, есть какие-то факторы, факторы, которые, ну, зависят чисто от специалиста, но основное, это от плодородия земли, конечно. Мы бы могли сделать так, чтобы на каждом поле поставить мини-завод по производству удобрений. Вот такая, знаете, мысль не совсем обычная, да? На каждом поле поставить мини-завод по производству удобрений. Не можем, да? Не можем. Это за гранью понимания. Оказывается, это не так и сложно, это сделать. Если вы развиваете животноводство и производите 120-150 тысяч тонн навоза, то каждое поле может получать в течение трех-четырех лет не менее 30-50 тонн навоза, который является основой для получения, повышения плодородия почвы, да? В сочетании с минеральными удобрениями, да? То есть каждое поле не закон убывающего плодородия, а закон поддерживающего и наращивания плодородия именно той земли, на которой ты работаешь. Поэтому передадим мы землю своим детям и внукам по плодородию такая, а может быть еще выше, нежели мы получили ее, понимаете? Другого способа сегодня увеличить урожайность в Ростовской области, в Краснодарском крае, да, в других районах страны, в принципе, я не вижу. Потому что сочетание двух отраслей, растеневодства и животноводства, разумное сочетание, именно продуманное сочетание, как раз позволит наращивать сельскохозяйственное производство, чтобы кормить не только Россию, но весь мир кормить и молоком, и мясом, и курятиной, и бараниной, и всем остальным на основе увеличения плодородия земли. Это проверено, это не где-то там, понимаете? Это проверено на нашем хозяйстве. Поэтому сегодня у меня вот такая картина, вот мы со специалистами обсуждали, так сказать, вопрос. Подошло время копать сахарную свеклу, надо бы выкапывать. Но нам надо внести еще вот на сегодня, ну, осталось порядка 30 тысяч тонн навоза где-то внести. 30 тысяч тонн навоза. Мы сказали, нет, мы свеклу чуть позже начнем копать, пока не внесем 30 тонн, тысяч тонн навоза не внесем, тот, который у нас подошел к несению, копать сахарную свеклу не будем. Лучше мы наймем потом машины, потому что скобкой вопрос не будет, будет с вывозом. Значит, мы наймем машины, ну, задержимся немножко, скобкой, на октябрь месяц, ну, расчеты показывают, что мы вывезем. Вот такие, понимаете, предпочтения. Предпочтение отдавать плодородию земли, потому что то можно вывезти, так сказать, октябрь, ноябрь можно вывезти, а если мы не внесем там сегодня под посев, а зим их не внесем, или под спашку, под основную обработку, под кукурузу, особенно кукуруза реагирует на органическое удобрение, на у нас основная забота, знаете, раньше было, о кормах, как о хлебе. Вот этот вот лозунг о кормах, как о хлебе, он у нас, как говорится, о кормах, как о хлебе, он у нас, как говорится, впитан с молоком матери, говорят, да. Прибыль может быть как и отходить, увеличение цены, но можно получить при той же цене прибыль за счет сокращения затрат. Вот и все. Мы на одном навозе, вот то, что мы вносим навоз, я вам говорил, что у нас по плодородию почва, вот сейчас мы вносим навоз, вот там, где был внесен навоз, вот в прошлом году, где мы это, поля давали 82, 83 центера давали, урожайность, где ниже, там, ну, 70, 67, вот. Мы вносим, я вам сказал, что даже откладываем некоторые полевые работы, ну, вот как бы вывоз сахарной свеклы, но отдаем туда. Почему? Потому что там, где мы внесли органическое удобрение, мы туда не даем, минеральное удобрение практически не даем, кроме при посеве даем и весеннюю подкормку даем. Почему? Потому что мы заложили, ведь в навозе все есть, и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы, там все есть, там все, там таблица Менделеева там есть, поэтому мы туда не даем под основную обработку, там, даем при посеве, аммофоз даем, и подкормку даем, все, это достаточно, чтобы получить 80 сантиметров пшеницы. А на сколько уменьшается расход минеральных удобрений? На десятки миллионов рублей. На десятки миллионов. Это по хозяйству? По хозяйству. А на лектар не скажете? Ну, как мы таких анализов там не это, ну, давайте так говорить. Раньше мы вносили, допустим, аммофоз, тысячу тонн мы брали аммофоз, сегодня кумить аммофоз, тысячу тонн, значит, надо заплатить 62 миллиона рублей. Вы об этом знаете или нет? А мы брали, тысячу тонн брали его, надо заплатить 62 миллиона. Сегодня мы берем, всего нам все, ну, где-то до 500 тонн берем, половину. Значит, 30 миллионов остается, где-то в хозяйстве остается. Мы даем только при посеве, весной, осенью даем при посеве, больше мы не даем аммофоз. Но без фосфора, вы знаете, без фосфора большого урожая не будет, и за счет органики перекрывается, все это перекрывается. А органика доходит до каждого поля? Вам удается вывозить на дальние поля? У нас мы вывозим туда автомобилями, вывозим автомобилями, а там уже отряды по внесению. Близлежайшие поля возле ферм мы прямо загружаем там, где на возохранилище, и вносим близлежайшие, без перевозки. А те, которые там 3-5 километров и более, туда автотранспортом мы доставляем. Вот мы устанавливаем цену, вот собираемся здесь, значит, тот, кто занимается непосредственно организацией внесения навоза, отряд, и мы обсуждаем, какую цену. Нам надо в этом году больше там, это все. Установили цену, значит, на 10 километров установили цену 250 рублей за рейс. Сейчас по спутнику все же смотрится, все это, сколько рейсов он делает, сколько загрузил. Вот он делает, значит, 12 рейсов, 3000 рублей он зарабатывает, водитель, в день. Пожалуйста, это он считает, он уже знает свою расценку, знает, вот это были дождики, и там, ну, трудно было заехать, там скользяется, на поле можно, он на край поля везет, а там уже вносят, навозы разбрасывают. Вот он вчера полдня простоял, маленький дождик, и он скользил там, так сказать. Сегодня еще 8 часов нет утра, они уже погрузили, оно просохло, дождя не было, чтобы покрыть тот недобор денег, который он вчера не заработал, сегодня, сегодня он сделает 14-15 рейсов, сделает, но в среднем выйдет 3000 рублей, у него все равно выйдет, понимаете? А мы сами устанавливаем, мы сами сказали, вот рейс такой, сейчас вот цвеклу будем возить, и у меня сейчас в голове, сколько же за рейс? Ну, минимум 2000 рублей я поставлю, я так думаю, 2000 рублей. Посчитали, если со стороны, 10 тысяч тонн, вот все это на расценке, нам надо заплатить 6,5 миллионов рублей. Я если эти 6,5 миллионов рублей разделю на своих работников за минусом там горючее, пусть зарабатывают мои, как говорится, что я буду со стороны нанимать? 16 КАМАЗов, пусть возят. Нет? А вот получается, что, да, действительно, полторы тонны за счет навоза прибавка урожайности, даже по вашим полям, по сравнению с тем, которые не получили навоза, да? У вас прибавка, вот вы говорите, не, 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 навоз имеет такую особенность, последействие, то есть на первый год он дает одну прибавку, на следующий год он дает прибавку, может на уровне дать или на 10-15% меньше, на третий год тоже после действия, он в течение 5 лет у него отдача работает, да, поэтому мы смотрим, когда те или иные, как говорится, там это, ну вот в этом году мы внесем, мы внесем в этом году где-то, ну, 2,5 тысячи тонн гектаров, вот где-то мы внесем 2,5 тысячи гектаров. Ага, то есть вам и надо где-то 5 лет для того, чтобы дойти до... Оборот сделать, да, да. Ясно. Ну, послед действие, да, послед действие закончится, да. Если налог 20 тысяч с гектара, более, более 20 тысяч, то зарабатывать надо, чтобы с каждого гектара тысяч 50 надо получать, Юрий Георгиевич. Ну, видите, пересчет, вот я вам скажу, сколько мы, давайте так вот возьмем, давайте мы возьмем, 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 возьмем 2 миллиарда 300 миллионов. Ну, от земли 1 миллиард 800, то прибыль там аренду сдаем и прочее, 1 миллиард 700, да, разделить на 15, да, 113 тысяч рублей с каждого гектара. В кооперативе ты должен выполнять работы не только, если ты тракторист, член кооператива, ты трактор поставил, пошел яблоки собирать. Те, кто на яблоках, надо пойти на уборку урожая, он пошел на уборку урожая зерновых, допустим, там, за это, то есть многовекторно. И в этом плане я хотел бы, вот пользуясь вашим приездом, интервью, там, конечно, законодательство отстает, законодательство федеральное отстает и плохо, то есть не дает развитию кооператива, не дает полностью развития кооператива. Есть несколько таких моментов, которые, значит, ну, мешают развитию кооператива. Ну, для нас, ну, никак не приемлемы законодательство о труде, законы о труде. в кооперативе должны руководствоваться, прежде всего, уставом кооператива. Ну, вот представьте, мы все в какой-то мере, мы частники, мы частники, работать там субботу, воскресенье, кому-то давать там отгулы, давать это все, ну, это примерно так, как у себя, посадил картошку, и вот, и воскресенье в субботу не копаю. Почему? Зная, что в понедельник дождь пойдет, потому что это выходные дни. Ну, так не бывает. То есть, это наше производство. И фермера никто не контролирует, когда он, понимаете, там, косит, когда убирает, сколько он времени занят. То есть, он должен работать столько, сколько необходимо работать сельскохозяйственным производством. Понимаете? А у нас говорят, нет, вот закон такой-то, вот такой-то закон, значит, вы должны 42 часа и не более работать. Вот. Ну, для сельского хозяйства это вообще неприемлемо. Совершенно неприемлемо. Понимаете? То есть, сезонность работы, да, мы отработали, и можно зимой, понимаете, отдыхать, всем пойти, так сказать, за исключением животноводства. А все остальные могут отдыхать. Там, сейчас ремонт, так сказать, там, это все условное идет. Вот. Поэтому, это первый вот закон, который по времени, по затратам времени, он для нас, ну, неприемлем. Второй закон, это ограничение по, по торговле. Значит, мы имеем право торговать сельскохозяйственной продукцией, ну, только чтобы не более 30 процентов было, допустим, переработано в виде. Вот колбасные изделия, вот уже мы не имеем права, так сказать, там. Дальше кулинарные изделия наши, мы не имеем права приготовить там столько-то, столько-то. Почему? Ограничение. То есть, сахаром мы тоже не можем много торговать. Почему? Много ограничения. Как только менее 70 процентов, значит, ты уже переходишь в другую группу налогов и прочее, прочее. Задержалось это, все задержалось, это вот оно, ну, неприемлемо для нас, оно, понимаете, дало бы свободу, мы не переходим, так сказать, но дало бы свободу развития магазинов, торговли, то, о чем, как сказать, не хватает на рынке именно нашей продукции, та, которая, ну, должна быть уже в переработанном виде, в переработанном. А нам говорят, нет, вы должны передать это все, допустим, мясо передать туда, но сами вы не можете. Мясо, да, это сельхозпродукция, колбаса из мяса, нет, это уже все, то есть мы не можем уже, как говорится, если вы перейдете, там порог, можете готовить, но если вы порог перейдете, вот такой, уже все, ну, то, что нет для фермеров, для нас это есть. И молочное развитие, молочную переработку, там это, потому что мы это не вкладываем туда, боимся, почему бы, потому что должно быть не более, ну, задерживается законодательство, вот я сказал, по труду задерживается, и задерживается по развитию кооператива, именно по переработке, по этим, чтобы мы могли, ну, у нас, допустим, основная прибыль идет по, и выручка идет за молочное животноводство, мы молочное, молочное, еще раз молочное хозяйство, потому что 12 тысяч голов крупного рата, 4 тысячи голов дойного стада, вот, и я уже сказал, 42 тысячи тонн молока мы произведем только в этом году, можно было бы думать и развивать, то есть считать, если в переработанном виде молоко, но в переработанном виде ограничение, то есть пойдет там это, мы вынуждены сдавать молоко на переработку, другим, они там это все, ну, вот это в большом, как говорится, плане, вот, поэтому мы не можем дергаться вот никуда в этом вопросе. У нас было хорошее хозяйство, колхоз Приморский, здесь вот, в Щербиновке, хороший председатель колхоза, побирашка Владимир Васильевич, царство ему небесное, он такой был это все, такой был это, ну, патриот, преданный земле, ну, много таких руководителей хозяйства, при нем хозяйство процветало, процветало, и вдруг началась вот эта перестройка, там начались все это, демократия, там начали на него выступать, там это, ну, так или иначе, свергли его, и пришел председатель колхоза другой, я и фамилию знаю, все, ну, не буду называть, пришел другой председатель, и вот как только уборка урожая, он собирается, уезжает на Черное море, уезжает туда отдыхать, как раз июль месяц, пора хлебная, и вот он уезжает, ну, что же с этим хозяйством сталось, можно сейчас посмотреть, больше половины земли растащили, раз этом все, разграбили, там осталось где-то человек 50 работающих, а работало 600 человек, там был и консервный завод, был, там садоводство было, там было овощеводство, там один консервный завод только что, ну, люди остались, просто населенный пункт остался без производственной базы, вот, все, буквально все это ликвидировали, это к тому, что, когда председатель уходить в отпуск, знаете, у меня совесть бы не позволяла, вот период сейчас вот такой, идет сев, идет сбор яблок идет, подготовка ферм к зимовке скота идет, ну, нету такого вот в сельском хозяйстве, ну, есть напряженные периоды, но я думаю, в ноябре месяце у меня будет все-таки отпуск в ноябре, ноябрь, декабрь, я и своим говорю здесь тоже, ребята, наши здесь вот там и трактористы, управленческие персоны, ноябрь, декабрь, январь, февраль, в марте уходи, пять месяцев, куда хочешь, но, когда пришло время полевых работ, когда пришло время, как говорится, завершающее уже, или основа урожая закладывается, давайте будем патриотами, колхозами, никто никуда не ходит, когда я график подписываю, то давайте вот так вот. А есть в санатории отдыхаете? Я езжу в Сочи в ноябре, поеду там, у меня друзей много, очень в Сочи, да, встретиться с друзьями, ну, и просто, знаете, походить по курортному, этому все, ну, как привычка, знаете, уже туда, ну, и пройти, как говорится, там, какое-то обследование, какие-то там, медицинские там, эти все, хотя с врачами это, не болит, не надо туда и обращаться. Да. 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok